Добрый вечер! Сегодня в выпуске. Поиск эффективных методов борьбы с преступностью и коррупцией. На этой неделе в Бресте состоялось заседание координационного совещания. Автошколы за безопасное движение на дорогах. В город над Бугом приехали директора учебных центров ДСАА в республике. Современная система контроля за любителями быстрой езды. Госавтоинспекция внедряет новые методы борьбы с лихачами. Дом без хозяина или как с умом использовать полученные ресурсы. Сотрудники Комитета государственного контроля Брестской области провели рейд по земельным и водным объектам Драгичинского района. Секреты творческой профессии. Работники культуры отметили свой профессиональный праздник. На этой неделе в городском исполнительном комитете состоялось заседание координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией Брестской области под председательством Генерального прокурора Республики Беларусь Александра Конюка. За круглым столом обсуждались вопросы, касающиеся результатов проверки работы жилищно-коммунального хозяйства Брестской области, а также повышения эффективности борьбы с экономическими преступлениями. В работе совещания приняли участие прокурор Брестской области Иван Носкевич, представители областной вертикали, руководители городских и районных исполкомов, а также правоохранительных и контролирующих органов. Подробности в нашем следующем сюжете. Координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией в Брестской области третье в этом году после Гомеля и Могилева. По словам Генерального прокурора Республики Беларусь Александра Конюка, наш регион по сравнению с другими находится на нейтральной позиции в списке экономических правонарушений. Поэтому одна из задач в ходе подведения итогов – выявить наиболее эффективные методы работы по координации деятельности государственных органов по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, привлечь к этой работе местную власть. В каждой исполкоме действует антикоррупционный так называемый комитет. То есть это группа, которая в какой-то степени оказывает содействие правоохранительным органам и обязана вести борьбу с коррупцией в своем хозяйстве, будем так говорить, и в исполкоме. К сожалению, эта работа на должном уровне не находится. В районных исполкомах сегодня проанализируем работу такой комиссии в область полкома. В общем, это очень важный участок работы, и без них мы не обойдемся. Они, как субъекты профилактики, также отвечают за борьбу с коррупцией. Один из главных вопросов, рассматриваемых в ходе координационного совещания, касался работы организации жилищно-коммунальных хозяйств Брестской области. Результаты проверки продемонстрировали халатное отношение некоторых руководителей ЖКХ к своим должностным обязанностям. В ходе ревизии были выявлены существенные нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, о сохранности собственности и топливно-энергетических ресурсов, а также законодательства, регламентирующие привлечение граждан к административной ответственности. Много претензий к руководству ЖКХ по профилактике предупреждений коррупции, по работе с обращением граждан. Порой очень бездушно наши коммунальники относятся к чаяниям людей. И это, безусловно, вызывает обоснованные претензии людей, в том числе путем подачи обращений в прокуратуру. За 9 месяцев этого года в Брестской области зарегистрировано 249 коррупционных преступлений. Их число по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось. В сфере строительства с 7 до 34, образование с 13 до 42, транспорта с 3 до 11. Количество зарегистрированных фактов получения взятки возросло с 9 до 50. Также за текущий период было выявлено 408 правонарушений против порядка осуществления экономической деятельности. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на эти цифры, динамика экономической преступности в Брестском регионе на фоне всей республики существенно не выросла. Брестская область вряд ли чем-то будет отличаться в этом отношении, ни в худшую, ни в лучшую сторону. Но то, что люди стали больше работать, то, что стала больше выявляемость коррупционных преступлений, это факт. Причем это не только прокуратура, это совместная деятельность. Это КГБ, это МВД, Следственный комитет, комитет штрафного контроля. В ходе заседания участники координационного совещания определили дополнительные меры, направленные на повышение эффективности борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики, а также активности органов финансовых преследований и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями по выявлению и пресечению вида правонарушений. Учебные центры по подготовке водителей сегодня востребованы как никогда. Расширяются города, увеличивается потребность быстрого перемещения из одной части мегаполиса в другую. Движение интенсивное, поэтому водители должны быть готовы к любым ситуациям на дорогах. Вопросами подготовки таких кадров занимаются автошколы. Чтобы идти в ногу со временем, они совершенствуют систему преподавания и учебную базу. С целью обмена опытом и наработками в город над Бугом приехали директора автомобильных школ ДСАА в республике. Побывала на мероприятии и наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. На базе частного учебного центра имени Карбышева ДСАА в Бресте начал свою работу республиканский учебно-методический семинар с директорами автомобильных школ. На повестке дня вопросы коренного улучшения качества подготовки водителей и обеспечения достойного уровня безопасности дорожного движения. Кроме того, в ходе семинара участники ознакомятся с учебно-материальной базой Брестского учебного центра ДСААФ и техническими средствами обучения, которые используются при подготовке специалистов. Мы хотим сделать подготовку водителей достойной, с наименьшими затратами. Что мы имеем в виду? В первую очередь мы вводим тренажеры. Во-вторых, дифференцированно подходим к отработке упражнений. Те упражнения, которые нам не нужны, мы будем выбрасывать из программы, заменяя тем, что нам необходимо. Мы хотим, чтобы водитель был подготовлен всесторонне, чтобы подготовка его по вождению шла не теми одними или двумя маршрутами, а чтобы водитель научился думать, работая по всему городу или району, то есть в той местности, где идет эта подготовка. Кроме подготовки специалистов для вооруженных сил, сегодня сотрудники ДСААФ также занимаются обучением желающих получить права. Реализуется программа благодаря хорошей учебной базе Брестского центра и отличным профессиональным качествам преподавателей. Возможно, поэтому многие курсанты учебного центра сдают экзамены по теории вождению с первого раза, и школа находится на лидирующих позициях в республике. Вопрос подготовки и качества нас вполне удовлетворяет. Вопрос в этой подготовке, что мы уложили огромные суммы в материальную учебную и материальную базу. Люди, которые приходят к нам учиться, вполне удовлетворены учебно-материальной базе и качественной подготовке. У нас имеются профессионалы преподавателей, мастера производственного обучения вождению. Все прошли курсы повышения квалификации. И у нас проблем с набором в данной ситуации нет. С целью повышения качества обучения в учебных заведениях принимается ряд организационных мер. В практику внедряются современные технические средства обучения, проводится активная работа с преподавательским составом и мастерами производственного обучения. Тем самым достигается хорошая репутация автошкол, и из их стен выходят квалифицированные специалисты. Однако совершенству нет предела, поэтому проведение подобных семинаров – хороший повод обменяться положительным опытом в решении насущных проблем. В продолжение темы. В последнее время проблема превышения скорости занимает не последнее место в списке административных правонарушений. Для сокращения количества любителей полихачить на дорогах сотрудники госавтоинспекции используют специальные приборы, которые помогают документально подтвердить вину нарушителя. Помимо традиционных стационарных датчиков, на автодорогах используются переносные приборы фото- и видеофиксации. Они призваны контролировать скорость транспортных средств, водители которых замечают лишь систему контроля, а не дорожные знаки. О том, насколько эффективно это работает, смотрите в материале Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Какой русский не любит быстрой езды? Об этом писал еще великий русский классик Николай Васильевич Гоголь. Он, наверное, и не подозревал, что пройдет много лет, повозки пойдут в прошлое, на смену придут автомобили. Они принесли с собой не только комфорт, но и другие скорости. Зачастую именно этим фактором и злоупотребляют автовладельцы. Любители погонять по дорогам, к сожалению, не всегда задумываются о последствиях. В Брестской области количество ДТП по причине несоблюдения скоростного режима велико. Часто именно в таких авариях погибают люди. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий реализован проект по оборудованию аварийно-опасных участков автомобильных дорог мобильными датчиками контроля скорости. В очередной раз на территории как города Бреста, так и Брестской области установлены мобильные датчики скорости движения, которые фиксируют нарушения водителей транспортных средств, которые превышают установленную скорость движения, после чего в адрес владельца транспортного средства высылается постановление, по результатам которого надо оплатить ту сумму денежного штрафа, которая указана в постановлении в течение месяца. Мобильные датчики контроля скорости работают в любых режимах. Дождь, снег, туман, вспышка подсветит номер и саму машину, и даже в темноте. Но система сработает только если автомобиль превышает установленную скорость. Информация со всех датчиков контроля по защищенным каналам электронной связи приходит в диспетчерскую центра фиксации правонарушений. Здесь расположен экран, данные на который поступают в режиме реального времени. Когда есть нарушения, программа фиксирует номер автомобиля, а фотография тут же уходит на обработку. Несколько операторов непрерывно обрабатывают поступающую информацию. Есть мобильные датчики контроля, которые выставляются, вот видите, на проезжей части. Потом включаются, выставляются под определенным углом, включаются и работают. Информация передается на ноутбук. Здесь все корректируется, сохраняется и потом в итоге обрабатывается также компьютером. То есть человеческий фактор не имеет никакого значения. После обработки нарушители получают по почте так называемые письма счастья, согласно которым владельцам автомобиля необходимо заплатить штраф. Эту процедуру можно сделать как в банке, так и с помощью сети интернет. Если же оплата не поступает в течение месяца, штраф с владельца авто будет взиматься уже через судебные органы. Бывают ситуации, когда автомобиль принадлежит одному человеку, а в момент совершения нарушения за рулем был не хозяин авто. В этом случае оплачивает штраф тот, кто совершил правонарушение. Анастасия Назринплотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Государственная политика в области регулирования земельных отношений проводится уже не первый год. Законодательство Беларуси устанавливает формы, принципы и механизмы осуществления права собственности. Однако полученное в распоряжение земельный участок или водный объект не всегда эффективно используется. Выяснением причин нерационального подхода к освоению приобретенной собственности занимаются органы государственного контроля. С этой целью сотрудники комитета государственного контроля Брестской области провели рейд по земельным и водным объектам Драгичинского района. Насколько эффективно местные органы власти осуществляют контроль за арендаторами и какова судьба неиспользуемых земельных участков района, выясняла наш корреспондент Виктория Драгобецкая. Дом без хозяина. Так можно назвать водохранилище около деревни Безер Драгичинского района. Получив три года назад озеро площадью 43 гектара, арендатор этого лакомого кусочка Безерской земли заверил местную власть, что превратит его в рай для рыбоводства. В итоге изготовление садков находится в первоначальном состоянии. Рыбовозерей нет, впрочем, как и условия для ее ловли. Зато расположить предупреждающие таблички по всему периметру водохранилища территория охраняется собаками нерадивый хозяин не забыл. Собака на сене, так о нем отзываются местные жители. Правда, как выяснилось, ни собак, ни сена. Он пришел, три года, он ни одной рыбки сюда не запустил. Ловить он ловил. Ну, это как-то, во-первых, это получается не по-человечески. Хотелось бы, чтобы сюда пришел хороший арендатор, навел порядок, сделал хорошую зону отдыха, потому что она была здесь. В принципе, народ любит на этом озере отдыхать, наши местные. Хотелось бы, чтобы была и хорошая зона отдыха, и чтобы в озере была рыбка. Такая же судьба постигла водоем деревни Головчицы, общей площадью 59 гектаров. Арендатор не соизволил даже подготовить водохранилища к зарыблению, не говоря уже о том, что план запустить в водоем тонну рыбы не был осуществлен в срок. Огромная территория озера неблагоустроена. Не установлены аншлаги с указаниями информации о режиме хозяйственной деятельности. Вдоль берега буйным цветом растет камыш. О причинах такого халатного отношения к своим озерам арендаторы предпочитают умалчивать. Впрочем, для сотрудников комитета госконтроля все понятно без слов. Проверка драгического района, проведенная комитетом государственного контроля Брестской области, показала, что драгическим располкомам не принимаются должные меры по соблюдению законодательства Республики Беларусь, в части предоставленных ему полномочий по осуществлению государственного контроля за целевым и эффективным использованием земель и водных объектов. На настоящее время арендаторам предоставлено заявление о досрочном расторжении договора аренды. Драгическим райисполкомам идет подготовка документов на сессию Совета депутатов о досрочном расторжении договора аренды. Далеко не радужная перспектива ожидает некоторых жителей Драгичина, получивших распоряжение земельные участки для строительства или обслуживания капитального строения. На 20 земельных участках, выделенных в период с 2009 по 2012 год, освоение так и не было начато. Сегодня держателям временных пустырей грозит изъятие, если они не начнут строительство до конца этого месяца. В противном случае их отдадут другим желающим построить дом. Необходимо отметить, что в такой долгоиграющей реализации возведения строений ожидание льготных кредитов сыграло не последнюю роль. Из 20 участков, 16 застройщиков – это молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. То есть все они рассчитывают, если говорить, на государственную поддержку. Кредитных ресурсов недостаточно. И все вот эти, я которых называл люди, они просто на очереди для получения вот этих кредитов. В ходе проверки также были приняты меры собственникам на правильное предписание установлен срок об целевом использовании данных земельных участков. Крестьянское подворье при музее «Бездерский фортушок» – обратная сторона медали и яркий пример эффективного использования земель. 5 тысяч туристов уже успели побывать в этом уголке белорусской самобытности. В агроусаде предоставлен весь комплекс туристических услуг. Гостиничный номер в деревенском домике, организация конных прогулок и рыбалки, дегустационный зал в местной кухне. Всего на создание экспозиции было затрачено 170 миллионов белорусских рублей. Налажено производство и реализация сувенирной продукции изо льна и других натуральных материалов. Все это делает подворье настоящей жемчужиной местного края. Музей народного творчества «Бездерский фортушок» открыл свои двери для посетителей в 1999 году. Здесь собраны богатый материал ткачества и вышивки жителей деревни Бездеж и близлежащих деревень. А уже в 2012 году, в сентябре месяце, мы открыли при музее крестьянское подворье «Каля-Плесса». Это пример, как можно эффективно использовать землю, вовлекать ее в хозяйственный бород и зарабатывать на этом деньги. По результатам проверки на предстоящей коллегии Комитета государственного контроля Брестской области будет дана принципиальная оценка действиям и бездействиям ответственных руководителей Драгического района. Виктория Драгобецкая, Александр Воронин, Антон Лугофин. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. По данным статистических исследований, в Беларуси насилию в той или иной форме подвергаются члены каждой пятой семьи. К сожалению, в стране пока нет отдельного закона, регулирующего эту проблему. Международные документы, применяемые на территории Беларуси, имеют декларативный характер. Нормы Уголовного кодекса и Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях направлены на ликвидацию последствий случившегося и начинают действовать только по факту насилия. В Бресте прошел круглый стол, посвященный рассмотрению предложений по совершенствованию законодательства Республики Беларусь по предотвращению домашнего насилия. Побывала на нем и наш корреспондент Кристина Купрякова. Когда в семье появляются трещины и разлад, это не просто проблема, это трагедия для каждого члена семьи в отдельности и для общества в целом. Половина всех преступлений обусловлена бытовыми мотивами – ревностью, алкоголизмом, хулиганством, которым пришествуют длительные семейные конфликты. И если о проблеме, имеющей закрытый характер, заговорили открыто, то она действительно существует и требует разрешения. На круглом столе будут присутствовать эксперты, которые представляют государственные и общественные организации Республики Беларусь. Эксперты приехали с Минска. Данные представители давно работают в тематике предотвращения домашнего насилия, имеют определенный опыт. И они, конечно, поделятся с участниками мероприятия. Также участникам круглого стола будет предоставлена новая версия законопроекта о предотвращении домашнего насилия. О необходимости принятия закона о профилактике, пресечении и защите от насилия в семье говорилось и ранее. Первый законопроект был подготовлен еще в 2001 году, однако до сих пор не был принят. И вот сейчас мы вновь вернулись к теме продвижения законопроекта. Группа юристов подготовила новый законопроект, который сейчас уже соответствует всем тем изменениям законодательной базы, которые произошли за эти 15 лет и соответствует тем наработанным институциональным практикам по борьбе с домашним насилием и по работе с жертвами домашнего насилия, которое в нашей стране уже существует. Организации общественные и в том числе и представители государственных структур понимают, что необходимо принятие специального закона для того, чтобы улучшить и сделать более эффективной работу и по защите жертв насилия, и по оказаниям помощи, и в целом по изменению контекста нашей правовой культуры, гендерной культуры в нашем обществе. И, безусловно, принятие этого закона будет способствовать более эффективной работе с проблемой домашнего насилия. В стране в период с 2012 по 2015 год реализуется большой проект по противодействию домашнему насилию. В Брестском регионе осуществлению этой программы уделяется максимальное внимание. Большое количество различных организаций соединили свои усилия по совершенствованию системы оказания помощи пострадавшим и профилактике этой проблемы. Для нас чрезвычайно важен круглый стол здесь, в Бресте, потому что именно в Бресте и в Брестской области идет отработка механизмов взаимодействия государственных структур, МВД, Министерства структур, Министерства труда и соцзащиты, здравоохранения и общественных организаций по оказанию помощи жертвам насилия. Жертвами домашнего насилия чаще всего становятся женщины и дети. Как правило, они подвергаются сексуальной и физической агрессии, в то время как мужчины страдают от психологического давления. Данные круглые столы позволяют всем организациям, которые привлечены в этот процесс, государственные и негосударственные системы, МВД, образование, социальные защиты. Во-первых, согласовать свои действия относительно оказания помощи в ситуации домашнего насилия. Еще раз, наверное, подтвердить приверженность тому, что они согласны, что законодательство о домашнем насилии целесообразно в нашей республике, поскольку только отдельный закон гарантирует определенный комплексный системный подход в решении данной проблемы. На круглом столе была принята резолюция, в которой обоснована необходимость принятия специального закона о профилактике пресечения и защите от насилия в семье. Документы будут направлены для рассмотрения в Национальный совет по гендерной политике и в Комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с целью включения законопроектов в план на 2014 год. Этот закон позволит скоординировать усилия различных ведомств и станет эффективной комплексной мерой, призванной решить проблему домашнего насилия. Культура – одна из важнейших сфер общественной жизни государства. Ради сохранения наследия и культурного развития региона работают сотни самоотверженных, небезразличных к своему делу людей. В преддверии профессионального праздника в Дворце культуры города Коврино прошло торжественное мероприятие, посвященное людям, которые трудятся на творческом поприще. Смотрите подробности в нашем следующем сюжете. Ежегодно во второе воскресенье октября в Беларуси отмечается День работников культуры. К этому профессиональному празднику причастно огромное количество белорусов. Это актеры и поэты, писатели и художники, работники музеев и выставочных залов, руководители творческих коллективов и музыканты. Благодаря их самоотверженному труду о Беларуси и национальном искусстве страны знают далеко и за ее пределами. Работники, которые, может, не все побывали на данных территориях, могли увидеть ту красоту, которая у нас есть. Ну а Кубринская земля этой красотой славится. Это прекрасный дворец культуры, это прекрасный музей. Мы сегодня показали и парк, поэтому большое количество людей с области в основном знакомятся с этими достопримечательностями. Ну, в следующем году мы также где-то выберем какой-то один из других районов и будем показывать все, что есть на других, так сказать, районах и городах. Задача искусства – волновать сердца. На благо этой идеи в регионе работает огромное количество тружеников сферы искусства. К тому подтверждение – полный зал Дворца культуры. Около 300 человек, работающих в сфере культуры, приехали в Кубрин. Для них звучали слова благодарности, им вручали награды за нелегкий, но очень важный труд. Подобные мероприятия проводятся каждый год в разных районах региона. И не только для того, чтобы отметить достижения работников культуры, но и для того, чтобы они смогли пообщаться, познакомиться с наработками своих коллег. В библиотеке играет очень важную роль, информационную роль, духовную роль, культурную роль. Там работают удивительно умные, красивые и очень неравнодушные люди. И, наверное, Кубринская районная библиотека является одной из лучших в области. Во всяком случае, она стоит в ряду лучших, потому что здесь работают люди, преданные своей земле, Кубринской земле, земле самобытной. Работники культуры пишут стихи и музыку, создают фильмы и спектакли. Они учат понимать прекрасное, находясь в себе творческое начало, а в целом работают для того, чтобы дарить радость и вызывать яркие эмоции. Поэтому положительные отзывы и аплодисменты зрителей для работников культуры – главная награда. Это была завершающая информация программы. А я напоминаю, на канале БУК-ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале БУК-ТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Анастасия Стропко, прощаюсь с вами. До встречи в эфире. В воскресенье 13 октября Брещено попадет в зону повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается, возможен туман. Ветер неустойчивый слабый юго-восточного направления. В ночные часы температура воздуха составит от 10 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13-15 градусов со знаком «плюс». В понедельник, 14 октября, смещающийся с Западной Европы атмосферный фронт обусловит на Брещене кратковременные дожди. Утром возможен туман. Ветер восточный, неустойчивый, слабый. Максимальная температура ночью 10-12 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки 12-16 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok